Команды редактирования объектов на чертеже Курсор превратился в маленький квадратик, который мы можем выбирать нажатием левой кнопочки Подведя квадратик к любому объекту, нажатием левой кнопочки выбираем объекты, которые становятся выделенными в точку После выбора объектов нажимаем Enter или правую кнопочку мыши Выбранные объекты удалятся Если неудобно удалять по одному объекту, а хотим убрать сразу несколько объектов Это можно сделать, заключив объекты в рамку Например, подведя курсор в левый верхний угол, щелкнули левой кнопочкой мышки Раздвигается синего цвета окошечко И если объект полностью попал в это окошечко, то он будет выделен в эту точку Правой кнопочкой мышки выбираются объекты, выделенные Если же мы то же самое сделаем, но из правого угла появляется зеленого цвета окно И если мы даже не полностью захватим какой-то объект, он все равно будет удален Так работает команда Стереть Команда подобия предназначена для создания параллельного контура выбранного объекта То есть линии смещаются относительно исходного объекта на заданную величину Последовательность построения Нужно задать сначала величину смещения, затем выбрать исходный объект и указать сторону смещения Например, в построенном семиугольнике продемонстрируем последовательность выполнения Выбираем команду подобия, задаем величину смещения, например, 10 Выбираем исходный объект и показываем сторону смещения внутрь прямоугольника или снаружи Строятся параллельные контуры Если у нас нарисована горизонтальная или вертикальная прямая То параллельный контур будет строиться как горизонтальные или вертикальные прямые То есть мы показываем сторону смещения вниз или вверх Команда копировать Команда копировать Исходный объект не стирается А на новом месте появляется его копия Выбрать нужно объект После выбора объекта нажать правую кнопку Сказать, что этим мы закончили выбор объекта Базовая точка – это точка или на контуре, или внутри контура И показываем Куда нужно скопировать исходный объект Команда перенести На запрос выберите объекты Выбираем объект Правая кнопка Пять же базовая точка – это внутри контура или на контуре И мы переносим изображение с одного места на другое Команда повернуть Можно поворачивать объекты на заданный угол вокруг базовой точки Отсчет угла ведется относительно горизонтальной линии, направленной вправо А производится и производится против часовой стрелки Если необходимо отсчитать угол по часовой стрелке То его необходимо задать со знаком минус Например, для того, чтобы повернуть какой-то объект Его нужно сначала выбрать Enter Затем указать базовую точку Вокруг чего будем поворачивать И задать угол поворота Объект повернется на заданный угол Следующая команда из меню – это команда масштаб Для этого я сначала перенесу один из семи угольников на свободное место Вызываем команду масштаб На запрос выберите объект и выбираем объект Нажимаем Enter Базовая точка – точка внутри контура Появляется запрос Масштаб или И нужно задать коэффициент Коэффициент больше единицы – это масштаб увеличения Меньше единицы – масштаб уменьшения Например, я хочу уменьшить мое изображение в два раза Значит, коэффициент будет 0.5 Enter А если хочу увеличить какой-то объект Перенесу на свободное место Вызываем команду масштаб Выбираем нужный объект Показываем базовую точку и задаем масштаб Например, два коэффициента Изображение увеличилось в два раза Команда «Обрезать» обрезает лишние концы объектов в точках пересечения с другими объектами Сначала нужно выбрать тот элемент, который будет режущей кромкой А затем тот, который нужно обрезать Например, проведем какую-то вертикальную прямую И нам не нужны горизонтальные линии слева от этой вертикальной прямой Вызываем команду «Обрезать» Показываем вертикальную прямую Enter Или правая кнопочка И левой кнопкой обрезаем ненужные участки горизонтальной линии Для того, чтобы обрезать кусочки вертикальной прямой В этом случае режущей кромкой будут горизонтальные прямые Две линии выбрали Enter И затем показываем, какие кусочки этой линии вертикальной не нужны Иногда бывает необходимо удлинить какие-то линии до нужного контура В этом случае нам поможет команда удлинить Для выполнения этой команды сначала показывают объект, до которого нужно удлинить Правая кнопка мыши А затем, что хотим удлинить И тогда удлиненные объекты остаются единым целым Команда «Разорвать» позволяет указать две точки, между которыми будет стерт объект Например, от одной до другой точки нам не нужна горизонтальная прямая Между ними объект убрался Команда «Фаска» Нужно сначала задать параметры «Фаски» Это два значения, которые должны срезаться на каждом из двух отрезков Катитой «Фаски» Либо задается одно значение и угол «Фаски» И затем нужно выбрать два отрезка, между которыми будет создана «Фаска» Правая кнопочка, опция «Длина» И задается первая длина «Фаски» Например, 15 Вторая длина «Фаски» Она может быть и другого размера Например, 10 И показываются углы Первый отрезок и второй отрезок Если мы хотим несколько срезать уголочков Значит, выбирается опция Несколько И мы можем срезать последовательно все углы «Фаски» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok